Раз, и что-то происходит, какая-то искра, и тебе хочется этот предмет написать. Вроде бы ничего, особенно, а смотришь, и это обрывки и осколки, это как будто они из моего детства. То есть я вспоминаю, что была такая лошадка у меня в детстве, я на них когда-то качался, падал, бивал шишки там, я не знаю. Аркадий Поляков часто вспоминает детство. Он каждый день был окружен красками и кистями. Решение начать рисовать пришло само по себе, рассказывает художник. К тому же дома постоянно кто-то писал, и сестра, и дед, и мать, а его отец был известным живописцем. Рудольф Аркадьевич и Аркадий Рудольфович полные противоположности. Они сталкивались и характерами, отец был очень эмоциональный, а сын напротив сдержан. Не похоже и манера их письма. Ну мы отличаемся, он немножечко в наивное идет искусство. Мне, я тяготею более к сюрреализму, то есть к сюру. Несколько лет назад его отец ушел из жизни. С тех пор главной целью Аркадия стала создать его персональную экспозицию, ведь при жизни эти картины почти никто не видел. Так родилась идея выставки отца и сына Поляковы «Калаш», которая открылась в галерее «Красный мост». Наивные линии и реалистичные портреты двух художников здесь сочетаются вполне органично. Если приглядеться в разных по стилю картинах Поляковых, можно найти сходство. Аркадий невольно повторяет абстрактную манеру отца, не теряя свою. Самый яркий тому пример – это работа, посвященная отцу. Она повествует о жизни художника, полной цвета и красок. Но здесь же появляется и нищета, которая протягивает руку, и музы, которые иногда рождают ужасные образы. В центре всего отец, он спокойный, счастлив, потому что знает, на какую жизнь себя обрекает. Не знаю, мне кажется, что каждый, наверное, когда приходит сюда, да, наверное, можно об этом подумать, и каждый что-то здесь найдет. Может быть, цвета какие-то. Почерк же, например, почерк ребенка часто похож на почерк родителей. И тут тоже, может быть, есть какие-то моменты. Эта выставка-эксперимент в красном углу висят работы, нетипичные для Рудольфа Полякова. Он никогда и никому их не показывал. Выставка необычна еще и тем, что ее составляют работы абсолютно разных жанров. Здесь и сюрреалистичные портреты, и натюрморты, и живопись с лепкой. Это первая выставка Вологодского художника в галерее. И картины провесят там до торжественного закрытия 27 сентября. Ольга Амелина, Алексей Романов. Новости Вологды.